доброе утро всем и так и так и так и так что у нас хорошего произошло да ничего 12 пропущенных вызовов за ночь пришлось поставить первый раз на бесшумный режим ну не готов я ночью так скажем культурно и этично отвечать клиентам самое главное потом прочитал смс код человека это смс-ка гласит о том что он приезжает 8 45 ну что супер ну я встаю в 6 утра понятно что я 8 45 уже прочитаю и мне получается посмотреть там не до начали долбить 12 часов ночи 12 в час в два в три это все ну как вам сказать я конечно понимаю что многие из вас понимают все буквально да я говорю как сели в самолет да то позвоните мне приобретите но в час ночи звонить чтобы я вас третья половина восьмого утра вам самим не страшно будет со мной ехать ну просто я думаю мне бы страшно было как бы ну надо чуть-чуть прям вы мне высыпаться правильно потому что как бы в общем без слов но не знаю давайте я со своей этики не позволяю вам как бы даже тем кто не берет часто трубку да у меня постоянные клиенты да которые не берут трубку не позволяю себе там ночью взять позвонить как бы спросить ну что взял а здесь получается такая штука в общем давайте не будем это ничего обсуждать я думаю немного многим у нас понятно как бы в принципе даже когда смс-ка приходит я все понимаю по поводу того когда прийти во сколько приедете и есть у вас рейс ночи да ну то что им позвоните в 3 часа ночи от этого ну ничего не поменяется давайте все-таки в пределах разумного все это делать ну это наверное основное что у меня наболело за ночь ну и что у нас еще такого интересного погода у нас сейчас 17 градусов с утра может машин так так остыл такой степени в целом как бы опять будет днем 27 вода 25 в целом так довольно таки неплохо довольно интересно ну вот как бы так самое печальное сам печально что туристов меньше не стало и все больше 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 особенно вашим больше 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 и конечно с парковками здесь тяжело ко мне приехал клиент в гости по вечера я ему говорю оставляйте машины за вами заеду все покажу нет я люблю быть независим я люблю быть на своей машине все я вну отлично хорошо но приехал конечно здесь его место организовал потом поехал решил заехать на пляж да мне через 30 минут позвонил я куда где здесь ну какая служба эвакуации я ему подсказал куда позвонить чтобы узнать все и меня начинают убеждать макс там не было знака я гуну гаишники вам поедут ну-ка вы поедете машину забирать они вам все покажут если не было знака то извиняться отдадут но гаишники просто машине забирает благо здесь хватает машин которых можно забрать которые неправильно припаркованы все ну и соответственно он мне не позвонил потом мы с ним созвонились все он обиделся то что там попал на 5 рублей до на 5 тысяч и теперь как бы все сочи говно квартиру продавать квартиру покупать желание пропало ну и все в таком духе ну что ему вам сказать послушайте мои советы приезжаете в сочи но отдохните вы в первую очередь от машины да опять же оставьте вы ее на стоянку поддвигайтесь здесь больше двигаться у меня родители были они каждым проходили по 10 километров они пешком у меня с мелодией леса ходили и на пляж и на дендрарии и в и в ривьера парк и на речку папа ходил и там все ну полезно ходить тем более в сочи грех не ходить потому что погода классно все классно и а здесь получается машин целая куча опять же вчера смотрел опять целая куча аварий аварий у нас получается из так скажем авария нас получается из-за того что как сказать что менталитет так скажем водители разные здесь в сочи как бы принято там местными друг другу уступает да здесь принято чтобы вы там за этом там упускает наш понимаешь бывать пробочки еще что-нибудь соответственно которую приезжает у нас обычно виновники торжества это но они по сути правы просто не как бы они правы но всегда разбивать машины тот особенно у нас 161 регион 161 они это отличается вся 4 это я смотрел часто участвует в авариях к чему я вам говорю ну да едешь ты там да вот обвините выехал да ты его него не пропустил да это твое право поэтому как вам сказать ну если как бы не жалко не машина ничего то вперед вперед из песни опять же повторюсь здесь в сочи как как бы много там кто есть да есть например те же самые например как вам сказать те же самые например рабочий да вот как случае со мной который у меня въехал там посадили жамшута по помесь жамшута с ровшаном который даже двух слов даже по-русски писать не мог в гаи вот понимаете ему требовался переводчик и он поехал на этом джипе на джипе лимитед до джипе командорах вы называете поехал просто взять и поехал за таком сказать он поехал за цементом до чтобы не захотели ехать думал все он там довезет там не хватило мешок цемента и он поехал за ним конечно дорвался до машин там скорость 120 там по дороге там второстепенно выскакивает ну в общем в таком духе поэтому и аварии все поэтому я могу сказать что здесь таких жамшутов и ровшанов которым там дают например машину при ту же самую газели еще что-нибудь там чтобы могли воспользоваться и здесь ее очень много еще больше здесь таких же таксистов у которых есть там потому что таксистов сейчас летом не хватает все поэтому как бы не знаю если бы я здесь не моя работа как бы я бы здесь двигаться наверное лучше на велосипеде или пешком скорее всего даже лучше я двигался бы на такси поэтому здесь сами выбирайте на что вам передвигаться как бы но по мне еще раз повторюсь как бы если отдых отдых он ценит тем что вы начинаете отдыхать и не только от своего города ну и от своего автомобиля в том числе поэтому как бы тем более гулять полезно там я вот когда прогулялся с утром с ну по под пару дней парни недель назад со своего дома до как бы до работы блин вы не представляете какой был визит бодрячком так классно просто взять там вдоль реки сочи по классной набережной взять просто и пройти вот в этом был такой кайф я прямо не знаю я уже просто думаю может быть с утра оставлять машину и так реально пешком каждый не ходить потому что чувствую что это как бы не овощ а вот как бы не знаю не передать эти эти ощущения в общем приезжайте гуляйте ходите и здесь уже будет как вам самим все понятно ну все добро пожаловать в гости добро пожаловать в сочи я в принципе всегда открыт для звонка ну давайте до 11 часов вечера в 11 стараюсь лечь спать утром я у меня уже принципе можете звонить уже начиная с половины седьмого половина седьмого я встаю пол седьмого и 7 часов я уже на работе все люди все всем пока с вами был максим компании литвы сочи